Всем привет, дорогие друзья, с вами Волков Роман, и сейчас очень важная тема, не про коронавирус, но думаю, всем она будет близка, и для родителей, и для старшего поколения бабушек, дедушек, и, конечно, для детей, уважаемых подростков, я надеюсь, меня они все-таки слушают. История основана на реальных событиях, я, как вы знаете, живу в городе Королев Московской области, и совсем недавно, буквально позавчера, у нас случился такой кейс, убежал из дома подросток, мальчик-пятиклассник, его долго искали, и, да, город подняли на уши, но в итоге его нашли в одном из районов города, в торговом центре. После этого была опубликована новость, что, мол, ребенка нашли в нашем королевском чатике в инстаграме, и когда я начал читать отзывы, я просто был в шоке, в ужасе, то есть ни одного какого-то, не то что даже позитивного слова, типа, слава богу, ребенок нашелся, я клянусь, вообще ни одного такого поста не было, а ни одного вопроса, типа, блин, интересно, почему же он убежал из дома, может быть, там дома какая-то нездоровая атмосфера, было бы здорово, чтобы там поговорили с психологом, тоже ни одного такого комментария не было, зато были вот следующие, сейчас будет мат, я прошу прощения, бессердечные, жестокие, сейчас я читаю, да, бессердечные, жестокие дети не думают о чувствах родителей, за это, если это его проделки, ремнем по заднице, отлучить от гаджетов, дети привлекают к себе внимание, теперь полицаи, это все разные комментарии, теперь полицаи, опека и забота, в детский дом, детдом ждет, у подростков нет ни мозгов, ни других органов, извините, родители, сбежал от родных, но вот куда, а потом появляются эти кудахчащие люди из Советского Союза, да, в наше время такого не было, о чем думают дети, в наше время такого не было, мы никогда не исчезали, пороть, надо его сдать в специнтернат, возвращение блудного сына, пиздюк, козел малолетний, ну и так далее, то есть реально я просто в шоке, что происходит с нашим чертовым миром, почему взрослые сошли с ума, то есть, ну, окей, это даже них, ребенок, в конце концов, можно было просто помолчать, но этот комментарий в духе пиздюк, как бы, да, их там было даже несколько таких, я вообще не понимаю, зачем это, я уже неоднократно говорил, что взрослые стареют, ощущают свое впадение в маразм, свою бессмысленность, никчемность в этом мире, и поэтому они ненавидят детей, которые, ну, скоро займут их мест, и, может быть, взрослые даже боятся, что эти дети займут их места, но надо хотя бы как-то сдерживать себя, что ли, не писать же так в открытую, дети ведь тоже читают этот чат, это комьюнити города Королев, там подписано много подростков, реально, как бы, я сам знаю, что дети читают этот чат и видят, как взрослые относятся к детям, призывают бить, пороть, на горох, в угол, унижают в детский дом, какие после этого могут быть вообще вопросы, почему ребенок сбежал, да потому что его ненавидят, его ненавидят, ну, не знаю насчет семьи, но очевидно, что, как бы, ситуация тут тоже какая-то похожая, да, его ненавидят вообще в этом мире, куда ему бежать, ему бежать-то даже некуда, его опять поймали, опять вылили на него ведро ненависти, помоев, теперь еще мало того, что его дома будут ненавидеть, за то, что он всех типа опозорил, его еще во всем городе будут ненавидеть, а, вот ты как, ненавидишь взрослых, будут его унижать еще больше, гнобить и так далее, еще одна история, тоже совершенно реальная, я недавно был в Пензе, в своем родном городе, и узнал, что там уже несколько случаев, вот в моей родной школе произошло суицида подростков, взрослые удивляются, господи, боже мой, почему же дети, почему они нас так обижают, да, как они даже вот и тут нашли способ нас обидеть взросленьких, выпилиться из жизни, совершить суицид, детям некуда бежать, этот мир не для них, взрослые ненавидят их, взрослые, будем откровенны, хотят смерти детей, пожалуйста, они ее получили, дети уходят из этой отвратительной жизни, взрослые, я призываю вас хоть немножко быть добрее, в конце концов, я понимаю, что ненависть ко всему миру, к Власову, к Солженицыну, к Путину, к коронавирусу настолько уже вас захлестнула, что как бы рамки перестали быть видимы, да, и поэтому эта ваша злоба, ненависть на ваших собственных, на чужих детей изливается, это очень плохо, остановитесь, остановитесь, понимаете, что в итоге ненависть, она захлестнет и вас, и вы, в конце концов, просто-напросто утонете, и весь мир ваш будет уничтожен, я призываю вас быть внимательным к своим детям и любить их, поколение вот этих детей, подростков, совсем не такое, как наше, более того, я вообще не понимаю, откуда взялись вот эти вот умиления нашему детству, ребята, вы еще раз повторяю, там, неоднократно это говорил, вы забыли про наши 90-е? Мальчики мечтали стать киллерами, девочки путанами, все проводили время в подвалах, пожали БФ и трихлор, ребята, как бы, ну, наши дети намного лучше, они более ранимые, чем мы, более тонкие, и поэтому понятно, что вы, дорогие взрослые, с вашими матьюгами, с вашим свинством, вы обижаете и раните детей, нельзя так с ними обращаться. Есть еще одно мнение, которое мне очень понравилось, что нынешним детям, которые выросли в эпоху гаджетов и интернета, не нужны ваши советы, они все советы могут посмотреть на ютубе, им нужна ваша любовь и ваша ласка, ваша забота. Понятно, что мы сами не знаем, что такое любовь, что такое уважение, это видно по всем этим комментариям, значит, надо учиться, иначе мы потеряем наших детей, мы потеряем их вообще навсегда, и дело к этому идет, потому что контраст сейчас между детьми и взрослыми, он катастрофически просто, люди с разных вселенных абсолютно на разных языках говорят, не могут общаться. Взрослые выглядят как палачи, звери и какие-то крайне жестокие животные, которые только могут что выматериться и ребенка отхерачить ремнем, вот это действительно они могут, а потом хряпнуть в водочки и пойти там тупить куда-нибудь во дворик с своими друзьями. Вот это наши взрослые. А наши дети уже сейчас говорят о том, что им нужен психиатр, им нужен психолог. Почти у каждого ребенка он самодиагностирует у себя какие-то психические отклонения, биполярка, маниакально-депрессивный психоз и так далее. То есть вот, вот это вот проблема нынешнего поколения. И мы, взрослые, своими грязными, обостренными руками лезем в души детей. Пытаемся там что-то улучшить, но понятно, что только портим, и в итоге мы наших детей убиваем. Взрослые, одумайтесь, дайте любовь своим детям, пересмотрите свое отношение к ним. А вы, уважаемые дети, я хочу, чтобы вы поняли, что не все взрослые такие. Есть и хорошие. Ну, говорю, даже если судить по этим комментариям в королевском чатике, ну, из ста, наверное, может быть, два были положительные, в том числе и мой. Есть эти хорошие люди, и они реально могут вам помочь. Но, с другой стороны, все остальные взрослые тупые, жестокие, садистически настроенные животные. И, конечно, держаться от них нужно подальше, если вы не хотите, чтобы вас убили. Ну, и еще такой момент, конечно, если вам действительно плохо и ужасно в этом жестоком мире, я вас прекрасно понимаю, мне самому здесь не сладко, но давайте, уважаемые дети, уважаемые подростки, держаться. Смерть, суицид – это не выход. Давайте крепиться, вам осталось совсем немного, вы скоро вырастете, и жизнь ваша изменится, я уверяю. Вы можете ваши вот эти вот тяжкие моменты больше проводить в школе, больше проводить в кружках, в крайнем случае есть церковь, если вам действительно некуда идти, приходская школа там и так далее. Берегите себя, берегите своих родных и берегите свою жизнь. Спасибо вам всем.